Почему КРАС получил прозвище «Людоед» и что он делал с водителями? Советский Союз славился обилием грузовиков, которые вызывали восторг и уважение среди водителей и прохожих. Какие-то грузовики были удобные в работе, а какие-то не очень. Но есть такой грузовик, условия работы в котором никак не защищались здоровье водителя. Этим грузовиком считается КРАС 256-й модели, получивший прозвище «Людоед». Обычно все модели КРАЗов называли «Людоедами», но именно 256-я модель сумела закрепить за собой это прозвище. Что в нем такого и за что этот грузовик получил негативную славу среди советских водителей, сейчас попробуем разобраться. Первая модель 256-го КРАЗа сошла с конвейера в 1966 году и в тот же год дала понять многим шоферам, что работать на нем будет очень сложно. Отсутствие гидроусилителя руля и сложный ремонт грузовика только отталкивал многих водителей от себя. Учитывая, что машина предназначена для строительных и карьерных нужд, она должна была подразумевать под собой большую грузоподъемность. Но грузовик зарекомендовал себя на бездорожье. Он мог преодолеть любые препятствия, оставив позади себя другие отечественные и зарубежные грузовики. На этом его плюсы, пожалуй, заканчиваются. Машина была рабочей лошадкой и в кабине не было создано комфортных условий для водителя, что приводило к проблемам со здоровьем из-за длительного пребывания за рулем этой машины. Первые симптомы – это боли в спине и суставах, далее по накатанной. Так КРАС стал именоваться людоедом. Самый неудобный и болезнетворный советский грузовик, который разъезжал на стройках и заводах. Его производили до 1994 года. Всего было выпущено 250 тысяч экземпляров таких 12-тонных грузовиков. Где-то еще можно увидеть, как за городом трудится людоед.